Сказочная повесть «Учитель вранья» Харитонов Марк Сергеевич, история «Третий поток», глава восьмая, «Гадалка». Сооружение было похоже на металлическое животное, вроде лошади или, скорее, толстой коровы. Оно стояло на четырёх растопыренных ногах. Туловище у него имело вид бочки с экраном, как у телевизора, вместо головы ящик, с двумя стеклянными окошками-глазами и ртом-щелью, как в почтовом ящике, а вместо хвоста – кривая рукоятка, какой заводят автомашины. Рядом с этой железной коровой стоял пёстрый шатёр, напоминавший небольшой цирк. На нём плакат «Станция гадательного обслуживания». Над шатром в неподвижном облачком стоял густой дым. «А, знакомые клиенты!» – послышался голос. Из шатра вышла гадалка. Она была в цветастых брюках и таком же платье. Во рту держала трубку. Из трубки шёл дым. Теперь он собирался в виде облачка у неё над головой, создавая тень, как зонтик. «Ну что, записали свою историю?» – спросила гадалка. «Да, учитель показал свою тетрадку. Только она ещё не окончена. А нам с Марфутой концов и не надо. Мы все концы сами рассказываем и показываем. Кто не хочет, например, зря тратить силы на дальние путешествия, приходит к нам, заранее узнаёт все свои путевые впечатления и может писать о них стихи или воспоминания. Кто не хочет зря волноваться на футбольном матче, приходит узнать результат. Могут даже посмотреть, как будут забиты голы. Они у нас на плёнку записаны. Очень удобно». «Какое же это предсказание, если заранее на плёнку записано?» – удивился Тим. «Мало ли записано», – сказала гадалка. «Однажды на плёнке было, как нападающий из выгодного положения не попал в ворота. Два раза Марфута эту плёнку показывала. Он всё промазывал, а на третий вдруг взял и попал. Может, стыдно ему стало, всякое бывает. Но мы стараемся работать без ошибок. Погоду, например, Марфута предсказывает всегда точно. Правда, точный прогноз требует много времени». «Пока она рассчитывает, где будет дождь, он уже там, глядишь, и прошёл. Приходится прогноз переделывать на прошедшее время. Там-то и там-то был дождь. Медленно, зато безошибочно. А главное, научно. Хотите её над чем-нибудь проверить? Пожалуйста, загадайте число, любое, только мне не говорите». Тим задумал два. «Маленький великан – три, фонтан – четыре, учитель вранья – пять, а таська – сто». «Задумали?» – сказала гадалка. «Теперь прибавьте ещё такой же. Прибавили? Умножьте на три. Разделите на задуманное число. Отнимите единицу. Сделали? Сейчас Марфута скажет, сколько у вас получилось». Она нажала какие-то кнопки на боку Марфуты. Два раза крутанула ручку-хвост. Из ноздрей железной машины повалил дым. А в правом стеклянном глазу зажглась цифра пять. А в левом ничего не зажглось. «Правильно?» – спросила гадалка. «Правильно!» – воскликнули все удивлённо. «Вот видите, она даже не знала, что вы загадали. Ну как, попробуете? Или вы хотите другим способом, ненаучным?» «Нет, лучше научным», – сказал учитель вранья. «Тогда давайте свою тетрадку. Давайте, не бойтесь, Марфута её не съест. То есть сначала съест, а потом выплюнет. Так, а теперь позолотите ручку». «Это как?» – не понял Антон Петрович. «Ну, платите сколько-нибудь, у нас услуги платные». «Я не захватил с собой денег», – растерянно сказал Антон Петрович. «Никогда здесь не нужны были деньги». «А меня деньги не интересуют. Есть что-нибудь волшебное?» «Волшебное? Откуда?» «Впрочем, есть». Вдруг вспомнил он. «Я же захватил двухмильные шлёпанцы. Вот, может, подойдут». «Как раз мне по ноге», – с удовольствием, – сказала гадалка. «Только больно ношенные». «А их чем больше носишь, тем они становятся волшебнее», – ответил учитель вранья. Дети смотрели на шлёпанцы с сожалением. Так они и не увидели их в действии. Но раз другого выхода нет...» «Ладно», – сказала гадалка. «Начинаем». Она сунула тетрадку Антона Петровича в рот щель, крутанула ручку-хвост, и другой раз, и третий. Из ноздрей у морфуты повалил дым. Наконец она выплюнула довольно измятую тетрадь, а вслед за ней бумажный листок. Гадалка подхватила листок и дала Антону Петровичу. И вот что оказалось на нём напечатано. «К чему было ходить так далеко и тратить зря мои способности? Пускай рассказывает все подробности, кто каждый день ест птичье молоко». «Что это такое?» – недоумённо спросил учитель вранья. «Какая-то Филькина грамота». «Обман!» – возмутился маленький великан. «Почему обман?» – засуетилась гадалка. «Гадание должно быть немного поэтическим и неопределённым. Это вам не математический справочник и не прогноз погоды. Какая история – такой ответ». «Но что всё это значит?» – спросил учитель вранья. «Откуда я знаю? Сами догадайтесь». «А если это ничего не значит?» «Значит, значит. Значит, у вас история такая странная и бессмысленная, что не стоит на неё тратить сил». «Ах, не стоит? Тогда отдавай, шлёпанцы!» «Как бы не так. Работа затрачена, топливо затрачено, и всё вам бесплатно. Не отдам». «Нет, отдавай». «Не отдам? Опять расшумелись, пообедать не дадут». Послышался недовольный голос. Птица Соня высунула голову из-под крыла, раскрыла глаза, и в тот же миг исчезли гадалка и морфота вместе с шатром и облаком дыма. Птица Соня высунула голову из-под крыла. Продолжение следует...